Москвичка вышла в финал Астралиан-Аупин. В полуфинале Елена Рыбакина победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко в двух сетах 7, 6, 7, 4, 6, 3. Россиян и белорусов пригласили на 19-й азиатские игры, где пройдут турниры по Dota 2, Hearthstone и League of Legends, киберспорт на DTF. Организаторы заявили, что верят в объединяющую силу спорта. Медуза объявлена нежелательной организацией. Медуза продолжает работать. Медуза объявлена в России нежелательной организацией. Иными словами, работа нашей редакции на территории страны у нас на родине полностью запрещена. Релева Малкома предложили ПСЖ. Услуги бразильского полузащитника Санкт-Петербургского «Зенита» Малкома предложили французскому ПСЖ. США объявили ЧВК «Вагнер» — транснациональной преступной организацией 26 января 2023 года. США объявили ЧВК «Вагнер» — транснациональной преступной организацией. Блумберг в Еврокомиссии придумали способ, как потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины. Правда, потом деньги придется вернуть России. Юридическая служба Еврокомиссии проинформировала страны Евросоюза о том, что блок может на законных основаниях временно использовать часть замороженных активов Центробанка РФ, чтобы инвестировать их и направить на восстановление Украины, сообщает Блумбергса. Невестка Арбакайте Безливчика щегольнула в Лос-Анджелесе, под футболкой проклюнулись «Лиси-носики». Алена Краснова удивила своим откровенным нарядом подписчиков. Лада Гранта лишилась еще одной важной опции. Когда Гранта только пошла в серию, базовая комплектация не имела центрального замка, и вот эти времена возвращаются. Александр Радулов, я не дрался с Бурмистровым. Интервью звезды, Акбарса, после матча в Уфе. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!